Глава государства Владимир Путин провел уже 16-ю по счету прямую линию. В этот раз она прошла в новом формате, без гостей в студии, для того, чтобы у жителей регионов было больше времени пообщаться с президентом. Помимо этого задействовали видеосвязь, которую Владимир Путин использует для общения с губернаторами и министрами, чтобы пригласить любого из чиновников к разговору. Россиян волнует медицина, демография, экология, налоговая политика, цены на бензин и, конечно, более глобальные вопросы, каким видится будущее страны. С серой полосы, на которой Россия находилась два года назад, страна двигается в сторону устойчивого белого цвета. Основания так говорить есть, отмечает в начале прямой линии глава государства Владимир Путин. Россия вышла на траекторию устойчивого роста экономики, растет промышленность, сельское хозяйство, достигнут исторический минимум по инфляции. Прирост инвестиций за прошлый год составил 4,4%. Продолжает расти продолжительность жизни. Страна вышла на устойчивый рост дохода граждан. На 1,9% выросли зарплаты, на 3,8% – реальные доходы. То есть мы можем с полной уверенностью утверждать, что мы двигаемся в направлении именно этой белой зоны. Проблем, конечно, еще достаточно. Перед страной стоят стратегические цели. Вдвое сократить бедность, увеличить рождаемость и продолжительность жизни граждан, вывести российскую экономику в число ведущих стран мира. На реализацию задач нужно дополнительно 8 триллионов рублей. Недостающие средства, отметил Владимир Путин, можно получить в результате роста экономики, более эффективного использования имеющихся ресурсов, настройки макроэкономических планов и налоговой политики. Перераспределение в налоговой бюджетной системе, оно направлено не на увеличение количества людей, живущих за этой чертой бедности, а наоборот на сокращение. Речь идет о том, чтобы совершить определенные маневры в сфере налоговой и фискальной деятельности и направить ресурсы, как в том числе и на решение этой задачи, сокращение количества людей, которые живут в нашей стране за чертой бедности. Создать такие условия, при которых государство сможет оказывать помощь именно тем, кто нуждается в этом, то есть сделать ее более адресной. Вот если мы пойдем по этому пути, то неблагоприятного развития ситуации не будет, но мы, скорее всего, добьемся положительного результата. Одна из острых тем – рост цен на бензин. В мае рост цен на автомобильное топливо отмечен на уровне 5,6% по отношению к апрелю. В Ненецком округе бензин марки АИ-92 подорожал с прошлой недели на 19 копеек за литр. Средняя цена на 4 июня составила 43 рубля 43 копейки. Вопросы о ценовом скачке на прямую линию поступили едва ли не из каждого региона страны. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Меня зовут Караваев Алексей, город Санкт-Петербург. Скажите, пожалуйста, как долго еще будут расти цены на топливо? 45 рублей литр солярки. Сколько ж можно это терпеть? Ну, невозможно уже. Остановите как-то это. Правительство приняло уже ряд решений на этот счет. Напомню, совсем недавно это было сделано. Кстати говоря, в диалоге с нашими ведущими нефтегазовыми компаниями что было сделано? Во-первых, снижен акциз по бензину на 3, по дистопливу на 2, на 2 тысячи, на 3 и на 2 тысячи. Значит, принято решение отменить планировавшееся ранее с 1 июля этого года дальнейшее повышение акцизов. Его не будет. Вот к осени текущего года должны быть приняты дополнительные меры по стабилизации ситуации на рынке. Срочные фискальные меры оказали свое положительное влияние. С конца мая цены на АЗС не растут. Об этом благодаря новым техническим возможностям текущей прямой линии сообщил министр энергетики Александр Новак. Он вышел на связь со студией и своего рабочего кабинета. Были достигнуты на уровне правительства договоренности со всеми нефтяными компаниями о стабилизации цен на автозаправочных станциях, о увеличении объемов производства нефтепродуктов и поставки его на внутренний рынок, с тем, чтобы не допустить дефицита. Хочу доложить, что на сегодняшний день существует необходимый объем топлива на внутреннем рынке для обеспечения внутренних потребностей, для обеспечения посевной и никакого дефицита не отмечается. На случай очередного роста цен правительством подготовлены дополнительные меры, в частности, возможность введения экспортной пошлины. Соответствующий законопроект в ближайшее время будет внесен в Государственную Думу. К этому и нефтяные компании тоже отнеслись с пониманием. Эта угроза будет в руках правительства. У нас у правительства появляется дополнительное окно возможностей для того, чтобы реагировать на ситуацию на внутреннем и внешнем рынке. Но мы очень надеемся на то, что ее применять не придется. В случае, если ситуация такая возникнет, она будет определяться не только выполнением обязательными компаниями, но и ценами на мировых рынках на нефть, то правительство сможет оперативно, быстро принять необходимые решения. Владимир Путин инициативу правительство одобрил и обещал поддержать. Следующий вопрос. Поступивший на прямую линию – бесплатное выделение земельных участков многодетным семьям. По словам мамы троих детей из Томска, чтобы дождаться положенного по закону участка, приходится стоять в очереди не один год. Кроме этого, на региональном уровне принят закон, благодаря которому в льготном порядке участки выдаются только тем семьям, где четверо детей. Трех детей поднять – непростая задача в современных условиях. А семья пошла на это. И надо помочь этим людям, стимулировать, надо создать такие условия, чтобы и другие семьи могли бы реализовывать подобные планы развития семьи. Кроме этого, многодетные семьи обозначили проблему, которая возникает при обращении в банк для снижения процентной ставки по ипотеке до 6%. Сейчас таким правом могут воспользоваться только те семьи, в которых на свет появился второй или третий ребенок. На остальные семьи данная льгота не распространяется. Уважаемый Владимир Владимирович, мы хотели бы к вам обратиться с просьбой как-то изменить этот пункт номер 9, чтобы он звучал следующим образом, что данная льгота по снижению ставки до 6% распространяется на граждан, у которых рождается второй и последующий ребенок, последующие дети. Тогда данной льготой смогут воспользоваться и многодетные семьи, так как и сейчас пользуются семьи с двумя детьми и тремя. Решение, о котором вы сейчас сказали, которое изложено в постановлении правительства, оно, я думаю, я сейчас разочарую, наверное, Министерство финансов, оно ошибочно и его нужно поправить. Стоит это будет примерно, если я не ошибаюсь, где-то 9 миллиардов рублей. Это не такие уже большие деньги, большие, конечно, но не такие большие, имея в виду необходимость поддержки семьи с детьми и решение демографических вопросов и проблем, перед которыми стоит наша страна. Мы принимаем программы по дальнейшему снижению, понижению ставок по ипотечному кредитованию для отдельных категорий наших граждан, которые нуждаются в такой поддержке. Это, в первую очередь, семьи с детьми, которые имеют 2-3 и более детей. Как вы сейчас дали поручение, мы соответствующее решение правительства примем. Много вопросов на прямую линию поступило и на тему онкологии. Жители страны отмечают, в регионах не хватает реабилитационных центров и квалифицированной помощи, также нехватка лекарств в больницах и скорой помощи, а еще проблема неправильных диагнозов. Владимир Путин отметил, что это одна из самых чувствительных и острых проблем в сфере здравоохранения. Мы ставим перед собой сложные и без всякого преувеличения амбициозные задачи по увеличению продолжительности жизни наших граждан. После 2024 года выйти на лучшие показатели 80+. Безусловно, этого нельзя добиться, не используя современные средства лечения, в том числе и в борьбе с такой бедой, как онкология. По сравнению с другими заболеваниями, от которых зависит продолжительность жизни, вот скажем, с сердечно-сосудистыми, у нас может быть здесь поменьше результатов, хотя позитивный тренд тоже есть. В решении данного вопроса отметил глава государства, необходимо проведение ранней диагностики заболеваний. К счастью, у нас уже сейчас при всех локализациях раков ранняя выявляемость 56%. И есть локализация, при которых 70-80%. Достаточно резко снизилась запущенность раков в нашей стране. И если говорить о наиболее распространенных формах, такие как раки репродуктивной сферы у женщин, то 5-9% выявляется уже сейчас в четвертой стадии. Но и это много. И именно поэтому с 2013 года мы запустили систему онкокринингов в рамках диспансеризации. И с этого года поменяли регламент этих диспансеризаций. Кроме этого, нужно уделить больше внимания ядерной медицине. Лекарственное обеспечение и химиотерапия должны проводиться отечественными препаратами. Нужно строить новые онкоцентры, дооборудовать уже имеющиеся. И соответствующая программа уже готовится. До 2024 года на эти цели будет потрачен триллион рублей. Немалые средства будут направлены и на организацию медицинской помощи в малых населенных пунктах. Мы планируем, я хочу еще раз это повторить, осуществить новые программы строительства, создания передвижных комплексов и создания новых фельдшерско-акушерских пунктов. На первую программу предусмотрено 10 миллиардов, на вторую – 7,4 миллиарда рублей. Ведущие прямой линии подготовили для президента и традиционный блиц-опрос. На вопрос, приходилось ли смеяться над собой, Владимир Путин ответил, что делает это часто. Совет отца, который бы он передал внукам, не врать. А для того, чтобы стать президентом, необходимо пожертвовать личной сферой жизни. Но это компенсируется осознанием того, что ты занимаешься важным и нужным делом. Подвел итог Владимир Путин.